Итальянские власти заявили, что худшие дни для страны позади. Правительство намерено смягчить жесткий режим изоляции для бизнеса и жителей. Италия находится на карантине ровно месяц, с 9 марта. Людям запрещено покидать свои дома, за исключением крайней необходимости. В последние дни в стране фиксируют плавное снижение числа умерших и заболевших. Итальянские власти выразили надежду, что пик COVID-19 остался позади. Премьер Джузеппе Конто заявил, что карантинные ограничения ослабнут к концу апреля. По его словам, ученые показали снижение кривой заболеваемости и стабилизацию ситуации. Правительство не может резко перейти от полного закрытия к либерализации экономической активности. По словам Конто, это все должно происходить постепенно. Если ученые дадут позитивный прогноз, то правительство начнет ослаблять некоторые меры к концу месяца. Конто предупредил, что до полной победы над заболеванием еще далеко. Италия не должна терять бдительности. По плану магазина и предприятия могут вновь открыться 13 апреля. А итальянцам может быть разрешено выйти на улицу и вернуться к работе с 4 мая. Однако медики пока настроены скептически. Кривая достигла пика и начала спускаться. Это результат, которого мы должны добиваться изо дня в день. Если это подтвердится, то нам нужно начать думать о втором этапе и сдерживать распространение этого заболевания, цитирует Зесан главу Высшего медицинского института Италии Сильвия Брусафера. Джузеппе Конто также высказал мнение, что над Евросоюзом нависла угроза распада из-за пандемии. Он заявил, что Союз рискует провалиться как проект в условиях кризиса. В новых условиях Альянс не смог продемонстрировать адекватные и скоординированные действия. Премьер Италии назвал нынешний период самым большим испытанием со времен Второй мировой войны. Евросоюз затянул с помощью странам, наиболее пострадавшим от COVID-19. Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в европейский проект, то риск провала вполне реален, резюмировал итальянский премьер. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией из-за отсутствия помощи. По ее словам, готовится проект по поддержке стран, наиболее пострадавшим от коронавируса. Конто гневно опроверг информацию о возможной выгоде для России и ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Премьер заявил, что его оскорбляют такие обвинения. Джузеппе отметил, что у помощи Москвы не было никакого политического подтекста. Он назвал эти разговоры самой настоящей инсинуацией. Коронавирусом в Италии заразились около 140 тысяч человек. Жертвами уханьского гриппа стали 17,7 тысячи человек. Позитивный настрой сегодня озвучили и власти Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Ардерн приветствовала усилия своей страны. Она сообщила, что в ближайшие недели будут отменены самые строгие меры изоляции, сообщает The Sun. На сегодняшний день в Новой Зеландии зарегистрировано около тысячи случаев заболевания и только один летальный исход. Страна преодолела пик и взяла ситуацию под контроль всего за шесть недель. Количество заболевших снижается уже четвертый день подряд. Накануне зафиксировали 29 случаев заражения. Минздрав России порекомендовал 9 препаратов для лечения коронавируса у взрослых пациентов. Медики также выявили лекарство, которое подавляет вирус за двое суток. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло уже 1031 человека.